здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала мы с вами продолжаем уроки по изготовлению оборудование для покраски и покраски сегодня у нас с вами тема урока это оснастка мы с вами изготовили импровизированный шкафчик вытяжной но вы наверно поняли что когда мы им попользовались полиэтилен снимается и выбрасывается рамочка куда-нибудь в сторонку убирается у нас верстак свободен для дальнейшей работы значит как здесь работать ну можно работать вот таким вот способом то есть мы просто берем там какой-нибудь зажимчик делаем к нему у меня вообще сбить сделаны из надфиля и красим значит но этот вариант интересен для того чтобы покрасить какие-то единичные экземпляры воблеров а вот например у меня сделана вот такая вот рамочка это для серийной покраски воблеров то есть здесь есть пружинка значит вот эта планочка и это они раздвигаются для того чтобы были различные воблеры и есть рамочка на которой это все вращается ведь мы можем как хотим так и красить но здесь можно поставить какую-то площадку чтобы она не падала у меня магнитная нержавейка поэтому оставим магнитик опять же площадка будет больше места занимать вот здесь смотрите просто вот так вот они ставится воблеры и и мы можем спокойно вот придвинуть и и красить одновременно вращать в любом положении надо нам скажем красить в обратном положении мы его перевернули например там животик покрасить или там спинку как хотим так красим или там бачок черненький или зелененький как хотим вот так и можем с ним работать но еще раз посмотрите здесь сделано просто вот две направляющие к ним два винта чтобы они вращались и эти паночки ходят по этим направляющим и зажимается вот здесь вот резьбой то есть будет маленький выбирать мы извинем будем маленький красить будет большой разве не будем красить большой здесь вроде бы все ясно также для оснастки это я в сторонку уберу очень важна вот такая вот штучка можно сделать из проволоки из чего угодно это вот такая вот рамочка я просто взял кусок алюминия старого чего-то от жерлицы была у меня форма и здесь маленькие вставил нержавеющие проволочки у меня одевается сеточка я могу покрасить чешуйку ну вот например мне дали воблер раповский перекрасить потому что он уже был изношенный и цвет был не очень уловистый то есть нужно сделать чешуйку я два раза пыльнул с обеих сторон сразу вытащил повесил его куда-то пусть сохнет ну и очень важно уважаемые подписчики это хранение и пользование красками необходимо обязательно изготовить вот такие баночки на вот 8 штучек я готовлю да ну у меня в общем то в основном для моделей но иногда там когда ребята просят изношенные воблеры мне кстати под накопилось довольно большое количество или кто-то сам там воблер изобрел смастерил просит покрасить так как нету оборудования для покраски баночки вот я покупаю вот такие раньше использовал большие баночки сейчас поменьше потому что у меня сейчас чисто любительская покраска вот она должна быть бывает баночки хлопковые здесь такая типа такой рези резинки или пластмаски непонятно чего они растворяются и баночка открывается должна баночка быть вот такая вот с такими зацепами чтобы она закрывалась очень плотно значит ну и нужно обязательно все баночки оснастить вот таким носиком когда будете в аэргород краску заливать перемешать ее вот так можно просто поболтать и она у вас уже будет готова к использованию сейчас я покажу видите у меня уже есть отверстие под трубочки на сверли трубочка простая вот такая вот продается в магазине она хозяйственном в разделе в отделе сантехника вот они у меня уже нарезаны на небольшие кусочки значит необходимо просверлить вот такое отверстие именно под нее видите под диаметр вот здесь я две оставил сейчас покажу вам как это отверстие сверлить вот берем две ну вот давайте одну покажу крышечку вот обратите внимание в районе чубчиков у всех просверлю но для того чтобы было одно и то же положение и аккуратненько просверлю отверстие сначала небольшим сверлочком или нажимать не надо чтобы не испортить я практически по чуть-чуть вот прошу теперь берем сверло по диаметру трубочки на руке очень аккуратно на сверлить а то же я не нажимаю чуть-чуть и это мы готовы у нас отверстие ну трубочка у меня уже подготовлена доусенчики сняты теперь я беру вот такой вот сверлышко там заставить там где-нибудь 3 миллиметра чтобы сверлышко не доходило пальцами так поджать и вот так по кругу его немножко разогнуть юбочку такую сделать чуть-чуть разошли теперь просто в тиски само сверло закручиваем таким образом чтобы она проскальзывала трубочку упирается в тиски а сверло зажата и аккуратненько молоточком как мы уже сделали ну вот я ее развальцевал теперь чуть-чуть ослабляю но можно взять вот так вот за шерлышко затем его вытащить теперь надо немножечко подровнять чуть-чуть все эти чтобы не было никаких золочинцев ну вот здесь можно немножко так как у нас оправки здесь не было она немножко можно быть подрасширивать все готово теперь просто берем вставляем его вот сюда вот так вот мы его вставили теперь наша задача очень плотно его зафиксировать можно там каким-то клеем эпоксидным но я использую простой супер клей это довольно быстро вот ниточку взяли его так скрутили и начали наматывать еще клейку и прям вплотную его вот сюда я затянули хорошо и тут пытаясь тоже туда туда же убрать убрать еще разочек пройти хорошо клейком этот клей растворитель не берет поэтому в общем то все будет очень даже прочно но вот здесь вот внутри можно клейком пройти можно не проходить так как когда вы красочку будете переворачивать перемешивать она зальется и сама будет держать герметично вот у нас еще одна баночка готова осталось нам сделать их пять штук ну вот уважаемые подписчики и гости канала баночки для красок готовы на следующем занятии мы с вами научимся приготовить различные краски из пигментов из лака научимся их добывать из баллончиков хотя такое уже видео было поэтому до следующей встречи с вами был Михаил Смансарев до свидания спасибо за внимание до свидания